привет зритель сегодня у нас необычной истории сети и так смотрим до конца 1 брачная ночь это то событие которое с нетерпением ждут все влюбленные пары однако не всегда она проходит так как от нее ожидаем когда подруга рассказала как прошла ее ночь я чуть не лопнул со смехом начиналось все очень мило вызванные такси подвезло счастливую пару молодоженов к дом где предстояло им жить вместе перед дверью квартиры жених взял новобрачную на руки чтобы согласно обычаю внести ее в дом но оказалось что это было несколько преждевременно дверь он забыл открыть поставив невесту на пол молодожен принялся рыться в карманах пиджака но ключ не нашел присмотревшись он понял что это вообще не его пиджак а свидетелям в ресторане было жарко и оба и жених и свидетель снимали пиджаки и вешали на спинке стульев видимо перепутали когда одевали надо было как-то попасть в квартиру и жених решается быстро сбегать домой к своему свидетелю тем более он жил всего через несколько домов а невеста тем временем подождет его в подъезде сказал и убежал а подруга как было в свадебном платье осталось ждать его сначала она стояла потом устав стоять присела на ступеньки с верхнего этажа раздалось жалобное мяуканье и появился какой-то приблудный котенок увидев сидящую девушку кот недолго думая забрался к ней на колени она уже изрядно озябла когда услышала что открывается дверь думала что наконец-то вернулся с ключами супруг но это оказался бомж зашедший в подъезд погреться когда он увидел невесту обрадовался сказал что это к удаче предложил ей выпить благо бутылка с собой девушка отнекивалась пыталась отвязаться от приставучего собеседника но время шло идти ей было некуда с собой не было ни денег не мобильника она изрядно озябла в тонком свадебном платье и в итоге она согласилась чуть-чуть выпить так они и сидели она с котом на руках и бомж беседовали о жизни и пили водку жених появился уже под утро оказалось что дома своего друга он не застал тот умчался в какой-то клуб веселиться веселья на свадьбе показалось недостаточно жених занял у его матери денег на такси и поехал его искать когда в каком-то пятом по счету заведений нашел оказалось что успел как раз к началу драки которую ввязался его друг в итоге появилась полиция и загребла всех участников без разбора в отделении и только под утро его выпустили зато возделенный ключ от квартиры наконец-то при нем широким жестом он открыл дверь и предложил невесте заходить она прижал в покрепче груди кота и осторожно отодвинув от своего плеча спящего бомжа попросила может ты все-таки перенесешь нас через порог глядя в изумленные глаза жениха поправилась меня и кота после ночных приключений они отсыпались целый день а кот живет с ними и до сих пор на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на наш канал жмите на колокольчик а также не забудьте перейти на наш сайт астроумно странички в инстаграме фейсбук ссылки из в описании всем пока